Салем! С вами блог-проект Акмала Коннект. Мы говорим о том, как соцсети меняют нашу жизнь. Погнали! Сегодня в выпуске. Что грозит тем, кто неадекватно ведет себя на улицах, как шатал. Я скажу, что ты мужик и яйца носишь. А так ты мразь, б***ь. Да ладно, да прекратите, не обзывайте. Обзор топового видео. Интересно, какой из них больше, а? Плохой репортаж о наболевшем сегодня. Поговорим о Синема Алем. Большой прием Акима области. В сети появилось видео у одного мужика, который во время конфликта на дороге в Кокшетау порезал шины внедорожника. Нападите, ребята, б***ь. Я просто разб***ь, б***ь. Кроме того, он с ножом в руках пытался напасть на хозяев джипа. Как оказалось, некий господин Акимбеков, ныне индивидуальный предприниматель, в прошлом редактор газеты Букпа, стал вести себя неадекватно и спровоцировал конфликт. Реакция интернет-пользователей была однозначной. Так что же грозит дебоширу? Вот официальный комментарий Департамента полиции Акмолинской области. По факту хулиганских действий в отношении жителя города Кокшетау 1950 года рождения возбуждено судебное производство по статье 293, части 3, пункт 2 УКРК «Хулиганство с применением ножа». А также выделено в отдельное административное производство в отношении подозреваемого за совершенное им административное правонарушение, предусмотренное статьей 613 КРК УАП. Так как в настоящее время последний находится на излечении в медицинском учреждении, административное производство приостановлено. Человек заболел, что поделаешь? Мы обязательно будем следить за всеми этими делами. Смотрите, вот это то, что есть, то, что ты хочешь задать, это ты хочешь твиттеры нанять. Ты вот это вот покажи, и я скажу, что ты мужики яйца носишь. А так ты мразь! Да ладно, да прекратите, не обзывайтесь. Лишь бы, знаешь, здесь показать, что ты вот такой есть. Короче говоря, по старости... Неужели у меня в старости тоже так крышак поедет? Конечно, я поражаюсь выдержке Сергея. Вообще все правильно сделал. Интеллигентно так отреагировал на этот осенний психоз этого гражданина. Возможно, вещи он говорил правильные, но непонятные. Ладно, ты хочешь высказаться, понятно, накипело, но зачем человека оскорблять-то? На все попытки Сергея объяснить суть дела, гражданин насыпал ему матов отборных. В общем, уважаемый господин, твиттеры нанять. Это ты хочешь твиттеры нанять? Дай вам Бог здоровья, долголетия и всего самого хорошего. 2 и 9 ноября около ЦУМа состоится сельскохозяйственная ярмарка. Картошка по 85 тенге. Всем привет! Поехали! Первый хайп. Аким города Тики-Де, Алматинская область, разогнал молодых людей, которые распивали спиртные напитки. Молодец! Оскар, Оскар отыграл, отыграл от души, прям как пнул еще, отыграл, молодец. Тони Старк, Костюм Железного Человека, Бэтмен, Бэтмобиль, Аким Текеле, сотовый телефон. Этому городу нужен новый герой. Че там распивают? Ну-ка давай снимем. Девушка среди белого дня в общественном месте около торгового центра Рио выпила банку пива с одного глотка. Профессионал. Мало того, что выпила, но еще и выбросила банку пива в клумбу. У всех появился вопрос, куда же она пошла дальше? Конечно же это шутка. На видео в лифте была столичная девушка. Продолжаем столичные темы. Астанчанин мутит с киборгом. Какая грустная. Устала уже что ли? Вечером пара часто посещает ночные заведения. На мужчину с резиновой женщиной реагирует всегда по-разному. То, что девушка не живая, некоторые понимают не сразу. Кто-то окидывает их пренебрежительным взглядом. Мужчина считает союз с Марго вполне нормальным. Говорит, куклы его привлекали с самого детства. Пару дней назад Юрий сделал у Марго предложение. Романтичное видео он опубликовал у себя в инстаграме. В описании отметил любимую. У нее тоже есть свой аккаунт. А знаете почему с киборгом? Конечно, если бывшая такое вытворяет. Аким Аршалинского района посетил Сарыабинскую среднюю школу. Вот так вот прям патриотично. Фон классный, просто шикарный фон. Залетает прямо, залетает. Че к чему, совсем непонятно. Уважаемая пресс-служба Аршалинского района. Умейте правильно подбирать фоновую музыку. Интересно, какой из них больше, а? А в этом, Ерлан, ты узнаешь 2-го числа на сельскохозяйственной ярмарке возле Сува. Там сельчане как раз таки будут мериться яйцами. Всем до скорых встреч. Еще увидимся. Больше хайба, больше позитива. Всем пока. Недавно очень интересная идея посетила Акимат Акмольнской области. Они решили провести большой прием граждан по наболевшим вопросам. Почему это на самом деле хорошо и почему такие мероприятия нужно проводить чаще? Вообще, по регламенту Акимата попасть на прием к Акиму довольно таки непросто. Во-первых, очень большая очередь. Пока она до тебя дойдет, может пройти не один месяц. А такой формат однозначно поможет обеспечить более тесное общение народа с властью. В своем инстаграме, кстати, глава региона рассказал, что принял сразу 72 человека. И особо важных 12 вопросов взяты на контроль. Еще раз повторюсь, надо почаще делать такие мероприятия. А еще можно написать в инстаграм Акиму области. А теперь о наболевшем. Негативные отзывы о нашем единственном кинотеатре Синий Малем с каждым годом все жестче и жестче. Мы не могли остаться в стороне и решили в этом убедиться. Вот что нам удалось найти в социальных сетях. Вот, короче, творится такая вот фигня. Вот, даже такое вот. Но если отсутствие горячей воды и беспорядок в зрительном зале еще можно как-то объяснить, то что вы скажете на это? Очень длинные очереди, практически всегда, и работает только одна касса. Неужели нельзя запустить продажу билетов онлайн? Ну или поставьте хотя бы второго кассира. Ни для кого не секрет, что в выходные дни и на премьеры кассовых фильмов собирается полный зал, 330 человек. Вот видео, которое было снято во вторник. Да там минимум 200 человек. И это далеко не премьерный показ голливудского блокбастера. При учете, что 15-20% зрителей покинули зал до начала финальных титров. Стоимость билетов 1300 тенге. А теперь давайте умножим на 200. Кругленькая сумма получается. Только за один показ. Также многие жалуются на качество изображения. Складывается такое впечатление, что ты смотришь видео в ютубе в качестве 480. И это еще не все. У Синимы нет своего сайта, где можно посмотреть любую информацию о кинотеатре. Афиши, какие-то акции, билеты купить онлайн. Да черт с ним с сайтом. Их нет ни в одной социальной сети. А это, извините меня, в 2019 году уже моветон. Вывод какой? Мы получаем информационный коллапс в виде отсутствия обратной связи с посетителями кинотеатра. Единственный способ связи с нашим кинотеатром это городской телефон. Городской телефон, Карл! Скажите спасибо, что не таксофон. Или там пейджер на худой конец. Теперь давайте поинтересуемся у жителей города, что они думают о нашем чудо-кинотеатре. Сергей? Хорошо, девчонки, огромное вам спасибо. Позитивные, улыбайтесь. Добра вам. Вопрос, пожалуйста. Да, конечно. Мне камера. Да. А кто вы? А кто вы? А кто вы? Доброго времени суток, горожане. С вами Демичев Сергей. А это значит, вы смотрите плохой репортаж. О плохом кинотеатре. Сегодня мы с вами поговорим о наболевшей теме для города Кокшетау. А именно, о единственном кинотеатре Cinema Alem. Как я уже сказал, мы находимся в самом центре нашего города. И сейчас спросим у вас же, что вы думаете о нашем кинотеатре. Были в нашем кинотеатре? Да, были. Да, были. Были. И что, все нравится? Да, конечно, все нравится. Нет? Звук тихий. Звук тихий. Да, и все. Более туский получается. Вот я сказала, картинка более туская. Нет, мне все нравится, отличный кинотеатр. Светлана, как часто вы ходите в кинотеатр Cinema? Спасибо. Последнее время очень редко, пару раз в год не чаще. Стоимость билетов и то, что порой проще дома посмотреть. Бывало, правда, что я опаздывал на начало фильма. И за большой очереди перед сеансом? Чтобы удобно, допустим, не оплачивать с помощью карты, онлайн подпойдет. В зале как вам атмосфера? Неплохо. Не с чем сравнивать просто. Алина, скажи, пожалуйста, была ли ты в кинотеатре Cinema Alim? Да. И как тебе там? Никак. А что именно не понравилось? Ну, как-то, у нас убоги очень сильно, мне кажется. И фильмы, и все, которые бы хотелось видеть. Ну, и само место оставляют, конечно, желают лучшего. Ни ремонта, и сиденья неудобные. Ну, и вообще, вообще, не очень. Скажи, пожалуйста, ты был в кинотеатре Cinema Alim? Нет, не был. Не был. А хочешь сходить? Да, как-то не сильно. А почему? Не знаю, как-то. Не тянет, да? Да, не тянет. А что-то плохое про него слышал или хорошее? Да, я вообще принял, ничего такого не слышал. И вообще тихо, да? Да. Все хорошо, спасибо тебе большое. Здравствуйте, вы были в нашем кинотеатре Cinema Alim? Да, был неоднократно. И как вам там? Ну, пойдет. Новинки, в принципе, выходят вовремя. Но состояние кинотеатра желает оставлять лучшего. По оболочке судить, по ремонту, мне кажется, уже давно пора его освежить. Большой зал, допустим, ну, сиденья старые, протертые, ковролан там уже грязный, 3D не очень, от него глаза болят. Звук, ну, не знаю, давно не был в других кинотеатрах, там, в других городах. Ну, в принципе, звук еще более-менее. От одного до десяти, сколько ставишь наше синиме? Не знаю, 6-7 примерно. Синиме вообще, по идее, самый единственный кинотеатр у нас. Самый единственный, это важно. И неповторимый. Я считаю, что там холодно, и пора делать ремонт, потому что мне не нравится. Что-то посоветовали нашему замечательному кинотеатру. Менять потихонечку наш кинотеатр, потому что он какой-то становится старый. Вот как вы думаете, когда в последний раз сделали ремонт? Ой! Это, знаете, это, наверное, 10 лет назад было. Хотя, может, меньше. Да. Да, 10 лет назад. 2005 год это был. То есть прошло уже сколько? Очень много. 14 лет. Серьезно? Это как тебе. Ну, обладая каким-никаким жизненным опытом, мы понимаем, что у медали есть обратная сторона. Итак, вот, что нам удалось узнать. Здание кинотеатра не маленькое. Полторы тысячи квадратных метров. Соответственно, счета за комуслуги приходят довольно-таки большие. В кинотеатре работают 20 человек посменно. И каждому требуется платить зарплату и премиальные. Что касается качества изображения, то за это отвечает проектная лампа, которая стоит немалых денег. 600 тысяч тенге. Ее расходный лимит 600 часов. Специалистов, как Шитао, которые бы поменяли эту лампу, нет. Приходится вызывать спецов из Нурсултана. Ну и самое главное, доходная часть. 60% от всей выручки с продажи билетов уходят поставщику фильмов. Кинотеатр является обычным прокатчиком. И за действием сотрудников кинотеатра, которые продают билеты, берут выручку, наблюдают специальные представители от правообладателей. Ценовой политикой занимаются крупные компании, которые предоставляют фильмы. Администрация нашего кинотеатра за ценовую политику не отвечает. Теперь по поводу ассортимента. Давайте сравним. Так, например, в Щучинске сейчас в прокате 2 фильма. А в Петропавловске сейчас в прокате 6 фильмов. В Кокшитао их 19. Ну и с электронной продажи билетов тоже очень много замутов. Так, например, 10% от всей выручки будет забирать себе оператор услуг. То есть Тикитон. Соответственно, цена на билет будет повышаться. Соответственно, 60% уходит правообладателям. 10% уходит Тикитону. Итого 70%. Сумма немаленькая. Ну и надо признать, что наш кинотеатр нуждается в каком-никаком ремонте. И администрация это признает. И люди это прекрасно все видят. А вообще, как говорится, рыба гниет с головы. Номинальные владельцы нашего кинотеатра проживают в Алматы. Соответственно, их контроль осуществляется дистанционно. И у них нет возможности наблюдать за тем, как живет наш кинотеатр. Мы, как шитаусы народ, терпеливый. Но всему есть предел. Это видео сделано специально, как призыв к владельцам кинотеатра. Пожалуйста, займитесь кинотеатром. Сделайте его достойным нашего города. Мы будем внимательно следить за всем этим. Всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok